В семейной празднике Казан станет символом города. Заметно изменился исторический центр Казани. Отреставрированы купеческие дома 19-х веков. Заметно изменился дом Фукса. Все объекты открыты для посетителей. Куда можно заглянуть и окунуться в историю Казани, знает Эльмира Заляева. В 18-м веке вдоль этих улиц стянулась череда особняков и усадеб известных людей столицы. Тут же жила богатейшая семья Апанаевых. А в самом центре располагался двор, что был известен на весь мир. Сенной базар, где постоянно шла торговля. Позже все исчезло. В домах поселились другие люди об исторической ценности. И вовсе забыли в 2011-м судьба всех зданий. Круто изменилось. Исторический центр столицы. Его масштабная реставрация началась еще в 2011-м году. После пеших прогулок президента. Но на самом деле это были не просто прогулки по центру города, а настоящий шаг. Шаг в новую жизнь для самых древнейших уголков Казани. Вот, например, только здесь, в Старо-Татарской Слободе, восстановили сразу три квартала. Дом Юсупова, Хусаинова, Апанаева, художника Шумсуддинова. Всего 24 объекта получили путевку в новую жизнь. Цель стояла одна. В универсиаде внешний вид должны привести в порядок. На дворах вернуть атмосферу былых времен. В день открытия всемирные хайверы должны были принять первых гостей. Так и случилось. Во время реставрации вскрылись не только большие объекты, которые нуждались в срочном возрождении, но и даже самые маленькие детали. Например, как вот эта, самая короткая улица в Казани Кунь-Течи. Или по-другому швейная. Свое название она получила, потому что в 18-19 веках именно отсюда проходил весь поток кожи для производства. Но и дизайнеры решили обыграть это вот таким вот способом. В стене установили швейную машинку, кусочки кожи и повесили архивные фотографии. И как в 2012 году снова пешая прогулка президента. Но уже с другой целью – показать гостям. Зампредседателя правительства России Игорь Шувалов внимательно слушает историю древнейших улиц. Заходит в Апанаевскую мечеть и дает совет – добавить старо-татарской слободе русского духа. Ну, а на русской стороне надо поставить что-нибудь, какую-нибудь разобрать старую избу. Неужели хорошая избу русской не сохранилась? Есть у нас одно место. Сохранилась? Есть сохраненные русские дома? Конечно. Конечно, не во всех домах еще распахнуты двери для посетителей. Но прогуляться по улицам уже можно. И это, считают в префектуре, уже победа. Вот к нам приезжают гости из других городов. Сегодня была делегация мэров. Конечно, я вот говорю, что мы долго делали год. И для нас это долго. Для них это одно мгновение. Они потрясены и поражены, как мы быстро и как очень точно восстановили старо-татарскую слободу. Выходя из старо-татарской слободы, посетители не попадают сразу в современный мегаполис. Реконструкция исторических домов шла по всему городу. Гостиница «Казань» раскрылась от строительных местов. В Александровском пассаже снова появились затертые временем рыбки на фасаде. На Адмиралтейскую слободу вернули лепнину. Почти полтысячи объектов засияли новыми красками. Десятки стали кафе, ресторанами и чайными. За некоторые объекты действительно уже можно не сомневаться в их судьбе. Они спасены, отреставрированы, приспособлены к современному использованию. Но это результат промежуточный, конечно. Казань большой город и все охватить за два года, как была начата интенсивная работа, это невозможно. Все понимают, особенно по сложным объектам, где реставрации требуются. Пяти-семи лет есть такие у нас памятники. И, конечно, на них еще работа будет продолжаться. На первом этапе к главному спортивному событию «Казань» добралась до финиша. Исторический облик вернулся и теперь точно понятно – «Казань тысячелетняя». Но как упорный спортсмен, столица уже настроена на новый рекорд. Впереди еще одна эстафета реставрации. Уже по внутреннему содержанию. Мира Заляева, Рустам Садриев, Алексей Захватов. Вести. Татарстан.